Hi everyone! С вами Ева Лорман и в этом видео я вам приготовила сюрприз. Вот моя модель, на которой я покажу вам стрижку. Боб каре на удлинение на шести точках. Итак, летс гоушки, друзья! Step 1. Начинаю работать с зоны челки. Отделяю прядь шириной 5 сантиметров. Расчесываю волосы с нулевой оттяжкой. По факту это просто вертикально расположенные волосы. Стригу эту зону на заданную длину. Заданная длина в данной стрижке 26 сантиметров и мы получаем первую и вторую опорные точки. Step 2. На затылочной зоне начинаю работать с зоной Пи. Ее ширина это постоянная величина и равна она 5 сантиметрам. Таким образом мы сделали третью опорную точку в зоне Пи. Далее стригу волосы в свободном падении на уровне третьей точки. Длина волос в этой зоне 3 сантиметра от краевой линии роста волос. Далее я должна продолжить эту линию до горизонтального пробора, который проходит от наивысшей точки головы. И в технике big step я горизонтальный пробор называю буквой x, а вертикальный пробор буквой y. Эти понятия я взяла из математики, из системы координат x и y. Нам всем они хорошо знакомы из школьной программы. x это горизонталь, y вертикаль. И для простоты понимания я эту систему координат применила в парикмахерском деле. Согласитесь, что гораздо проще сказать пробор x, нежели горизонтальный пробор, или пробор y, нежели вертикальный пробор. В парикмахерском деле существует огромное количество терминов, которые на разных языках мира вообще непонятно как называются. И для того, чтобы техника big step стала доступней для всех желающих, говорящих на разных языках мира, я терминологию максимально заимствую из математики. Предмет, который во всем мире является номер один. Поэтому мою технику будут понимать абсолютно все люди, говорящие на разных языках. Вот откуда взялся x и y. А кто не понял еще, что парикмахерское искусство это чистая математика? Ничего, значит у вас еще все впереди. Так вот, мы отделили пробором x волосы, пробором x мы делим волосы на переднюю и затылочную часть и стрижем на уровне предыдущей пряди. Этот метод называется прядь за прядью. Я подстригла сейчас методом прядь за прядью волосы от точки 3 к точке 4. Точку 4 мы получаем автоматически, продолжая прямую линию от третьей точки. То же самое делаем с противоположной стороны. Отделяем волосы пробором x. Это горизонтальный пробор. Кстати говоря, у многих студентов всегда возникает этот вопрос. Почему он горизонтальный? Он же не параллельно полу. Думаешь, ну да, он действительно не параллельно полу. Он параллельно полу только на макушке, где-то 4 сантиметра, а потом у него стороны опускаются вниз и он становится вертикальным. Точно так же, как и вертикальный пробор. Он вертикальный только на затылке, а спереди он диагональный. Поэтому все эти понятия, они настолько сложно даются новичкам, что когда начинаешь объяснять, я начинаю часто прибегать именно к математике. Я говорю им так. Смотрите, x, y, помните систему координат? Помним. Как расположены эти линии по отношению друг к другу? Знаем, знаем. Они расположены по отношению друг к другу перпендикулярно. И вот эти два пробора, они точно так же по отношению друг к другу находятся перпендикулярно. Значит, проще их назвать x и y, чем объяснять, почему этот горизонтальный, а почему этот вертикальный. Все, теперь, думаю, точно понятно. Далее стрижем нашу стрижку. Теперь уже нам известна длина волос четвертой точки. От мочки уха можно ее измерить и она равна 5 сантиметров. Магия, магия математики или техники биг степ. Мы отмеряем от мочки уха 5 сантиметров и делаем срез. Это пятая точка, к которой мы будем идти от третьей точки. Как видите, все просто. Главное, логично. Две точки соединяются между собой и мы получаем ровный прямой срез, а также пятую точку. Далее нам надо доработать эту линию на расческе. На руках это не получится сделать. Делается это на расческе. Клиент опускает голову вперед, чтобы нам были доступны внутренние слои волос. Расчесывая по шее расческой длинной, мы прекрасно видим все погрешности, которые надо обязательно подстричь. Чем я сейчас и занимаюсь. Может для кого-то и покажется, мол, что такого подстричь волосы одной длины, подумаешь, большое дело. Но это мнение только до тех пор, пока сам человек не попробует это сделать. Чтобы подстричь волосы симметрично с правой и с левой стороны, я знаю, что многие мастера в этот момент успевают вспотеть. У нас это сделать получилось очень быстро, благодаря моему любимому предмету математика. Степ 3. Далее мы стрижем переднюю часть, но мы стрижем ее не спереди, а все волосы направляем на точку 4 с этой стороны. И соединяем точку 1 с точкой 4. То есть мы должны найти максимальную, приближенную к этим двум точкам, линию среза. Линию, в которой бы эти две точки сошлись. Эту линию мы нашли благодаря тому, что мы отчесали волосы на затылок. А более точно мы эти волосы отчесали на пробор х и подстригли волосы между точкой 4 и точкой 1. Тоже все логично и просто. Где логично, все просто, на мой взгляд. Дорабатываем эту линию. Можно ее дорабатывать разными способами. В свободном падении расчесываем и на расческе видим все погрешности. Естественно, мы их должны срезать. Мы линию этих волос должны сделать ровной, но диагональной. Вот эти доработки обязательны, потому что нижние слои волос всегда будут окантовку делать неровной. Это практически во всех стрижках. Каре, каскады, короткие стрижки, неважно. Нижние слои волос всегда будут вылазить и торчать из-под верхних. И желательно, даже не желательно, а необходимо их подстричь под ровную линию. Как видите, этому уделяется даже больше внимания и времени, нежели стрижки базовых линий, основных точек, на чем базируется сама стрижка. Эти доработки процентов 60 всей стрижки. То же самое делаем на противоположной стороне. Мы соединяем точку 5 и точку 2 аналогичным способом. Находим самую прямую линию среза между этими точками. Далее дорабатываем окантовку, стрижем волосы нижних слоев под ровную линию волос верхних слоев. Вот такая форма должна у нас получиться степ 4. Далее интересный момент. В P зоне мы отделяем прядь шириной 5 сантиметров. Эта величина постоянная и стрижем на заданную длину. Моя задача подстричь эту зону не очень высоко. Это шестая точка и она короче линии окантовки на 3 сантиметра. Мой клиент не хотел сильно задранную макушку. Поэтому эта точка подстрижена на 3 сантиметра короче линии окантовки. Если хотите выше макушку, то можно подстричь и на 4 и на 5 сантиметров короче. Далее в этой же P зоне отделяю эту же прядь только вертикально. И если смотреть по разделению волос на зоны по моей технике биг степ А, Б, С мы видим, что волосы зоны А я не трогаю, а стригу волосы между зоной Б и А. А это зона С. И причем в этом ролике я вам хотела показать не ровные срезы, а поинтинг. Это называется срезы поинтингом. Это известное слово поинтинг. От слова поинт точка поинтинг это точечные срезы. То есть я делаю точечные срезы в виде таких треугольничков. Поинтинг это стрижка и одновременная филировка волос. Сказать, что это суперспособ я не могу, особенно для новичков это сложно для понимания. Поэтому я в этом ролике показываю, что даже применяя метод поинтинг, нужно понимать, что стричь надо все равно с умом. Step 5. Далее очесываю волосы между третьей и четвертой точкой и стригу верхнюю линию этой зоны. Соединяю точку 6 с точкой 4 методом поинтинг. Понимаете, даже применяя такой неточный способ стрижки, как поинтинг, мы должны в голове у себя все равно держать этот рисунок, куда мы придем, подстригая неточными способами стрижек. Все эту зону прорабатываем и убираем неровности. Step 6. Далее контроль. Мы подстригли методом поинтинг горизонтальными рядами, а теперь стрижем методом поинтинг вертикальными рядами, соединяем зону А с зоной С. И вот такие мохнатые концы у нас должны получиться. Для новичков метод поинтинг, конечно, сложноват, но попробовать можно. Самое интересное, что даже после поинтинга в конце эту стрижку мы будем дорабатывать точной умной филировкой, филировочными ножницами. Поэтому каждый сам для себя определяется, насколько ему интересен и необходим метод поинтинг именно в стрижке. Я лично этот метод использую в доработках, как второстепенный способ вместо филировки, например. А стричь я им практически не стригу, но показываю вам, потому как в интернете полно таких стрижек и мой долг был показать вам, но высказать свое мнение по этому поводу. Степ 7. То же самое делаю с противоположной стороны. Соединяю точку 6 с точкой 5 методом поинтинг. На него, кстати, уходит еще больше времени, чем обычно. Поэтому эти стрижки немного дольше, чтоб я уже раз сделала срез, а тут надо делать их чик-чик-чик-чик-чик. Ну ладно, уже мы делаем этим способом и надо им и продолжать. Убираем все погрешности между 6 и 5 точкой. Степ 8. Мы стригли горизонтальными линиями, а теперь проверяем вертикальными и убираем погрешности между зоной А и зоной С. Да, бывают конечно же стрижки, которые заточены именно под поинтинг. Это своего рода супер креативные такие рваные стрижки, где нет понятия точности. Но по опыту могу сказать, что клиентов таких не так уж и много, несмотря на обилие таких стрижек в интернете. А у клиентов вообще мнение такое, если мастер стрижет поинтингом, они всегда говорят так. Ой, повыщипывает мне, сделает укладку в салоне, а дома я потом ничего не могу сделать с этими волосами, торчат в разные стороны. Хотите верьте, хотите проверьте. Степ 9. Нет, ребят, я не против поинтинга, я просто за то, что всем этим техникам надо знать правильное применение. А сейчас я выполняю точную филировку. Из предыдущего ролика вы наверняка с ней уже знакомы. Отделяю пряди по полтора примерно сантиметра и филирую на определенном уровне. Первые две или три пряди на затылочной зоне в П-зоне должны быть профилированы выше всех на 6-7 сантиметров. Таким образом волосы на затылочной зоне будут приподняты и немного короче, чем на боковых зонах. Делаю примерно по 3-4 среза. Этот метод называется точная филировка, где мы определяем на какую длину в каком месте нужно подстричь. Делаю филировку боковой зоны. Здесь очень важно отделить нижние волосы от верхних, потому как ни в коем случае нельзя филировать нижние слои волос. Иначе можно получить разрывы, попросту дырки, пробелы, которые будут видны и это большая ошибка. Видим, что волосы, которые близко находятся к первой точке, филируем на небольшую высоту и чем ближе к затылку, мы поднимаемся все выше и выше. Ширина каждой пряди примерно по полтора сантиметра и по 3-4 среза на каждой пряди, но это зависит от густоты волос клиента. У моего клиента волосы не густые, тонкие и я делаю 3, максимум 4 среза на каждой пряди. Если у вашего клиента волосы густые, то вы можете делать 4, 5 и 6 срезов на каждой пряди. Точно сказать невозможно, поэтому здесь действуйте методом проб. Сделайте пару таких прядей и посмотрите, как волос лег. Step 10. Далее вертикальная глубокая филировка. Отделяем волосы в P-зоне примерно 5 сантиметров и визуально делим эту прядь на 3 части. Филируем, отступая от корней 4 сантиметра и двигаемся на вот этом уровне, который я вам показала. 4 сантиметра, 6 сантиметров от корней и 8 сантиметров, тоже примерно 3 среза. То же самое делаем с боковой стороны. Отделяем прядь примерно 5 сантиметров. Визуально делим эту прядь на 3, можно даже на 4 части. Филируем на уровне 4, 6 и 8 сантиметров. Если волосы более густые, то можно сделать следующее. профилировать на уровне 4, 5, 6, 7, 8 сантиметров. Отделяем следующую зону и в этой зоне волосы уже длиннее. Поэтому, где длинные волосы можно профилировать на высоту 10 сантиметров. И обратите внимание, что верхнюю часть пряди я не филирую. Там должны быть обязательно длинные, ровные, не профилированные волосы. Таким образом, мы создаем целостность стрижки. Сверху волосы торчать не будут, но при этом будет объем, нужный нам объем. Вот она эта стрижка в мокром виде. Видна форма, очень хорошо видна затылочная зона. А вот она эта стрижка после укладки. Вот она моя красавица. Эта стрижка называется боб каре с удлинением на 6 точках по технике биг степ. Если кому-то показалось на затылочной зоне ножка, то это вам только показалось. Потому что эта ножка нарисовалась только из-за цвета. То, что верх у нас светлый, а нижняя зона темная. Поэтому так и кажется, что там нарисовалась ножка. Как я вам уже и сказала, это каре на 6 точках. Это мои термины и навряд ли вы где-то еще найдете. Но вы уже поняли, почему именно на 6 точках. Потому что все очень просто. Надо определять зоны и сводить эти зоны между собой. И мы, получается, сами моделируем все стрижки. Не важно, сколько их на планете существует. Такая стрижка коры тоже одна из самых моих любимых. Это любимая стрижка моей модели. Потому что она молодежная, универсальная, классическая и дерзкая. В зависимости от того, как ты сделаешь укладку. А также она легко укладывается. Что немаловажно. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye bye everyone! С вами была Eva Lorman. И до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Эй народ! Не скупись! Лайк поставь! Подпишись! Я тебя сейчас пляшу! Подпишись же блин прошу! Колокольчик тут сожми! Делись со всеми! Не томи! Хватит даме танцевать! Пора идти видос снимать!